приветствую друзья на связи андрей жариков и в данном видео хотел бы озвучить последние новости из чата диего мартина очень радует то что диего мартин постоянно нам подкидывает какие-то позитивные новости и хорошие сообщения и так самая сложная часть продажи компания гам китайцам находится в стадии завершения были приняты важные решения для ускорения процесса как вы помните семнадцатом году сначала компанию хотели продать корейцу суп ханом а сейчас похоже решили продавать ее китайцам интересно после запуска компании будет открыть собственный банк что обеспечит больше свободы и независимости но про банка гам вы уже слышали еще летом семнадцатого года если это он и есть то будет очень интересно наши клиенты получат банковские карты благодаря чему вводить и выводить средства можно будет намного быстрее ну да про карты разговор тоже уже год идет возможно это произойдет даже в июле но конкретную дату диего еще не знает ну ребят в июле так это же классно до июля осталось каких-то несчастных 10 дней прикиньте через 10 дней или через пару недель кто-нибудь уже начнет получать карты и деньги выводить ну шикарно же шикарно начале выводы будут с лимитом поэтому рекомендуется делать реинвесты ну имеется ввиду наверное что типа все деньги которые у вас в кабинете вы все равно не выведите значит вы видите только часть оставшуюся делаете реинвесты чтобы они работали вывод откроют во всех странах одновременно и поскольку файвинс и агам снова будут объединены в одну компанию это означает что вывода начнутся одновременно по всему миру наверное у инвесторов просто возник вопрос что поскольку страны от выплат отключали по очереди и кто-то наверное рассуждал что логичнее было бы те страны которые отключили первыми германию польшу казахстан украину а вывод отключить там включить вывод там первыми тоже но вот видите немножко несправедливо получается что отключали по очереди а включать вывод будут всем одновременно но посмотрим до августа осталось не так уж и много времени диего подтвердил что он будет всего маркетинговой компании в августе то есть генеральный директор как она будет называться пока не ясно возможно снова будет называться квестра может быть квестра может быть придумают какое-нибудь новое название ребрендинг сделают контракты с менеджерами будут подписываться в дубае дега спросили а как же лидеры будут оплачивать дорогу в дуба если они много месяцев не могут вывести деньги вот такой вот резонный вопрос ему задали а диего ответил что на 2 недели июля возможно им перечислят деньги на поездку представляете во второй неделе июня июля до 2 недели июля остались тут считанные дни еще одна 10 дней июня осталось а там пара недели июля то есть ребята уже уже на носу так что директора которые планируют в дубае ехать реально готовьте мешки для денег вам уже диего собирается скоро заплатить относительно завершенных пакетов агам он сказал что есть два варианта первое оплатить проценты соответственно приобретенному пакету и второе продлить действие пакета на определенное число недель то есть я так понял к чему этот вопрос к тому что когда началась продажа компании то у многих пакеты перестали работать то есть если в вами пакеты продолжали работать бесперебойно и инвесторы владельцы пакетов каждую неделю продолжали получать прибыль а тут получается когда они объявили объявили о продаже компании насколько я понял из разговора что у них и пакеты перестали работать то есть им ежедневные еженедельные проценты перестали начислять и вот соответственно диего начинают спрашивать а как же быть то есть получается мы прибыль то не до получили где наша прибыль то есть пакет как бы не отработал свое и вот диего предложил по всей видимости два варианта то есть либо доплатить проценты то есть например посчитать сколько времени пакет не отработал и доплатить или второй вариант продлить действие пакета на определенное число недель то есть посмотреть сколько он по времени еще не доработал и добавить относительно того что директор начиная с определенного уровня должен открыть свой офис как это было в начале пока решение еще не принято к тем директорам которые ушли из компании продвигают другие млм компании пока компания не работала и не работает а им стоит прочитать пункт 8 партнерского договора да там интересно так диего выразился типа ну его спросили будут ли какие-то санкции применяться вот к этим лидерам которые уже ушли а он им ну как бы сослался что им вот нужно прочитать восьмой пункт партнерского договора ну что понятное дело что компания запрещает работать других компаниях до конкурирующих скажем так хотя на мой взгляд ну сами посудите то есть компания требует верности от лидеров преданности что ты должен должен работать только в квесты шаг влево шаг вправо расстрел на месте да а при этом сама компания как себя ведет она преданность и верность проявляет как на ваш взгляд если во первых она не выполняет свои обязательства это раз по выплатам а во вторых коммуникация компании с партнерами ну мягко говоря ее нет нулевая то есть потому что последняя официальная конференция вспоминаете от компании когда была последняя официальная конференция была аж в ноябре 2017 года то есть больше полугода уже прошло и я уж не говорю там про конференции чтобы к вам там рабала вышел на связь понятное дело он там больной весь гилоберт куда-то исчез сейчас вот один диего только остался да ну хотя бы текстом ведь ну рабала рабала хоть и болеет но что болеет настолько что не способен там буквы на клавиатуре напечатать даже если он не способен что у них там секретарей что ли нет сиди и диктуй вот в чем проблема например на сайте публиковать официальные новости ничего нет совершенно поэтому еще раз повторю что на мой взгляд это полнейший маразм когда компания извините лидеров лидеров вызывает на собеседование проверяет на полиграфе они продвигают ли они там еще какие-то компании да то есть компания требует преданности но при этом сама никакой преданности никакой лояльности ничего не проявлять и по барабану то есть на мой взгляд компания к лидерам относится просто как мусору то есть вы вы должны делать как мы хотим а соответственно со стороны компании каких-то ну какой-то преданности даже и не спрашивайте и ожидать не стоит так для лидеров имеющих высокий статус возможно будут введены дополнительные правила здоровье рабала оставляет желать лучшего ему требуется интенсивная кардиотерапия диего старается помочь чем может так компания начнет коммуницировать с инвесторами по окончании реструктуризации понятно да то есть вот как раз к вопросу коммуникации что типа мы вам будем объяснять что происходит только когда реструктуризацию закончим а что мешает там надиктовать какой-то текст текущие новости сотрудники то у вас есть вон техподдержка целыми днями там на на вопросы насчет вывода отвечают или когда компания работать начнет и так далее целыми днями сотрудники сидят и отвечают на однотипные вопросы и за извините за восемь месяцев вы не не удосужились нормальные новости опубликовать диего я рад делиться хорошими новостями с моей семьей я делаю это от всего сердца для всех вас чтобы вы могли получить то что заработали я делаю это не за комиссию или что-либо еще я просто стараюсь поступать правильно компания проходит реорганизацию они не могут сделать все сразу когда реорганизация закончится у вас будут все новости спасибо всем кто поддерживает меня я прошу всех сохранять спокойствие надежду и веру моя миссия сделать нашу компанию компании номер один в мире вот так вот так что как видим диего очень позитивно настроен и собственно все уже должно заработать в августе но как вы уже услышали возможно это произойдет даже в июле а июль у нас на носу так что ребята вот такие вот новости от мистера диего 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 обещает очень красиво очень замечательно что из этого всего получится поживем увидим как говорится время покажет следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить напишите в комментариях верите ли вы что мистер диего выполнит свои обещания ставьте лайки или дизлайки с вами на связи был андрей жариков всего доброго